Любители танцев могут начинать радоваться. 25 сентября в студии 49 канала пройдет кастинг в телевизионный конкурс о разной танце, который уже успел полюбиться зрителям. Как и прежде, на кастинге организаторы и идейные вдохновители проекта ждут как талантливых танцоров, которые уже выступают на различных площадках нашего города, так и просто любители подвигаться под музыку. Кто знает, может вам удастся стать участником нового танцевального шоу. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор театра танца Экзордиум Дарья Трошкевич. Здравствуйте, Даша! Очень рада мы тебя здесь видеть, тем более, что совсем скоро в нашем городе, на нашем канале стартует чудесный проект, который называется «Как разные танцы». И в связи с этим, в общем-то, ты здесь у нас в гостях. Расскажи, пожалуйста, чего нам в этом году ожидать? Может быть, меняются правила? И вообще, давай напомним еще раз нашим зрителям о правилах нашего конкурса. Вообще, все хорошо, правила те же. Мы очень ждем, во-первых, мы ждем новые лица, потому что каждый раз от разных новых проектов ждешь, когда... Кстати, люди, которых вроде бы нету в Новосибирске, которых ты не видишь в Новосибирске, но которые такие звезды, которые могут прийти, зажечь, и оказывается, что да вот они были вот рядышком, а ты их не видела. Вот таких мы ждем очень. Очень ждем тех, кого мы знаем, и ждем, когда они раскроются вообще с другой стороны, потому что проект уникальный, он действительно помогает танцорам, которые занимаются определенным стилем, развить себя вообще в другом, и найти себя, может быть, вот раскрыть свои другие грани какие-то. Вот тут непонятно, понимаешь, нужно ли приходить только людям, которые уже где-то занимаются, танцуют, или, например, если я в ванной умею отлично танцевать, то с феном у меня отлично... Сейчас с ванной тогда лучше и приходить, тогда сразу. Нет, ну, конечно, можно любым приходить, потому что к нам приходили в прошлом сезоне люди, которые действительно дома танцуют, не занимаются ни в какой студии, ни у какого педагога, вот... И они прошли дальше? И они прошли дальше, потому что они... Какая-то внутренняя энергия. Они талантливые, они действительно, да, они действительно танцуют, и действительно интересно. Ну, а вот что посоветуете, вот будет кастинг, вот как подготовиться к этому? Ну, во-первых, нужно серьезно к этому подойти, нужно хотя бы найти фонограмму. Хотя бы. Если с тобой нашли фонограмму... Что делать? Танец выучили, а потом... Ну, все нормально, один поет, другой танцует, так тоже можно. Так. Онлайн. Мы еще продемонстрируем наш танец, да. Ну, да, мы учились в грамоте сегодня. Да, да, да. Фонограмму, значит, на кассете принести, да, ручку с собой же перематывать, это все дело. А песня должна быть русская или не русская? Любая песня, абсолютно, вот вообще любого стиля, руссконародная, иностранная, китайская, любая. А возраст? Возраст от 17 до 20. А сколько минут нужно танцевать? То есть на сколько рассчитывать? Обычно... Несколько танцев готовить, потому что вы можете, например, остановить, сказать, что нет, это не подходит, тебе не получается. Мы можем, мы иногда непредсказуемы, да. Но вот можно танцевать минутку, можно танцевать две, можно танцевать пять. В общем, сколько хочется душе, столько можно это называть. Костюм имеет значение? Как правило, да. Но бывает такое, что люди приходят в одежде, в которой они там тренируются сами, им удобно, в ней комфортно. Вот главное, чтобы было комфортно, удобно, чтобы ничего не спадывало, ничего не поддергивали. А то нашили костюм, а ни разу в нем не танцевали. Чтобы если они собираются делать шпагатые, невероятные там сальто, чтобы это была удобная одежда, чтобы это, ну, ничего не порвалось. А вообще, если это есть, если есть к этому еще и костюм красивый, который приготовлен сценический там или, может быть, там, какой-то парадно-выходной, то это всегда за. Всегда внешний вид, конечно, мы оценим. А вот, как мне кажется, вот самое важное вот в таких кастингах, как справиться с волнением? Люди приходят, вот они все равно с улицы, там, не знаю, все равно есть волнение. Вот как вот вам, как профессионалу? Успокоительного. Да, ну что? У нас есть комната, где танцоры разминаются. Вот они там могут успокоиться, размяться, разогреться, поговорить с ведущими обо всем. Правда, вот с нами они не могут поговорить, потому что они нас видят только вот, когда заходят в эту студию. А вообще, достаточно комфортная, дружеская атмосфера. Поэтому вот, ну, не было такого, чтобы кто-то приходил в прошлом сезоне и вот прям никто не успокоил. Ну, хочется, чтобы вот ты прям дала совет нашим людям, которые планируют пойти на кастинг. Как успокоиться-то? Вот о чем стоит подумать, когда выходишь на сцену? Ну, вот я бы им посоветовала, конечно, во время выступления не думать о том, как он выглядит, как ему, правильно ли он делает какие-то движения, как на него смотрят судьи, почему они так на него смотрят. Самое главное, чтобы они, правда, расслабились, получили огромное удовольствие от того, что они делают в данный момент, насладились этим моментом и все. Потому что, как правило, когда человек танцует искренне, танцует от всей души и видно, что ему нравится, видно, что вот он сам от этого кайфует. Да, даже может что-то неправильно. Может быть что-то неправильно, может быть что-то где-то как-то, но это всегда цепляет. Даша, давай я надолго прервемся, потому что нам нужно посмотреть новости, какие там у нас вообще случились-то. А пока я напомню, что сегодня в гостях у нас директор театра танца «Экзордиум» Дарья Трошкевич. Кастинги, творческие задания, интересные испытания, незабываемые выступления и призы. Все это совсем скоро вновь переживут участники танцевального проекта 49-го канала. 25 сентября команда конкурса «Разные танцы» вновь ждет всех талантливых молодых людей и девушек. В студию «Оранжевого утра» сегодня пожаловала непосредственная участница и наблюдатель проекта Дарья Трошкевич. Напомним, сегодня у нас в гостях директор театра танца «Экзордиум» Дарья Трошкевич. Привет, Даша. Доброе утро. Продолжаем разговор про наш проект «Разные танцы», который совсем скоро стартует на 49-й канале. Мы, между прочим, с Артемом тоже решили попробовать свои силы. Подготовили номер на полтора часа, но так как у нас времени мало, мы его ужали, разбили зеркало в гримерке, но мы сделали. Готовы? Да. Я готов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, еще раз. Нет, в другую сторону. Вниз. Да, давай. Еще раз. Это не выводишь. Как эксперт, да. Да, да. Скажешь нам, проходим мы или не проходим. Вниз я готова. Давай. Как будто бы ничего не было. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Нормально? Возьмите меня. Да, конечно. Мы прошли во втором туре. А теперь давай серьезно. Возвращаясь к проекту «Разные танцы». Было у нас в прошлом году уже. Что тебе больше всего запомнилось? Атмосфера, люди, может быть, победители. У нас были очень сильные танцоры. Особенно полуфинал-финал. Они действительно очень серьезно к этому подошли. Были сильные-сильные номера. Очень интересные. Иногда были даже неожиданные номера. Например, у нас не только танцевали артисты, скажем так, но они пели на разных танцах. Это уже другой проект на 49-м канале про пели. А нужно было раскрыться. Было задание. Раскройте себя с другой стороны. Вот они и раскрывали. Очень интересно было. И я очень надеюсь, что второй сезон будет не менее неожиданным. Даш, хочется твое мнение узнать. Зачем люди танцуют на сцене? На сцене? Да. Или дома? Дома, понятно. Дома, растрястись. На сцене. Зачем они танцуют? Я думаю, они танцуют на сцене, чтобы поделиться красотой танца, искусством. И вот, чтобы их внутреннюю всю вот эту энергию и то, что у них скопилось за годы тренировок, чтобы люди увидели и насладились этим вот чем прекрасным. Вот так сказать, выразить внутренний мир свой через танец. Да. Понимаете, ребят, это все очень голословно. Выразить себя. Ну, не знаю, мне кажется, что тут дело в популярности. Чтобы на тебя потом пришли и заплатили тебе деньги. Вот, Даша, я не поверю, что, например, ты выходишь на сцену и не ждешь, чтобы тебе заплатили за это деньги. Нет. Правда? Ну, иногда, конечно, ты там ждешь этого, но я бы не сказала, что это цель. Ну, вот скажи, ты же отслеживала жизнь конкурсантов, ну, по крайней мере, кого-то. Кто-то изменился после проекта, кто-то, может быть, вырос, кто-то, наоборот, сказал, что, ой, зачем мне все это танцевать, я вот выиграл, зачем теперь дальше мне? Вообще, как ни странно, таких вот вторых не было. Которые завязали с танцами. Которые завязали с танцами. В других направлениях были те, которые стали известны после нашей передачи, были те, которые стали больше ездить, стали востребованы более. И стали вот, ну, мы помогаем, по сути, вот этой передаче, мы помогаем людям раскрыться, мы помогаем людям стать... Звездами в своем городе? Да, пускай, потому что, правда, не без этого, правда, потому что, во-первых, проект длится долго. В течение проекта у зрителей появляются свои любимчики, свои уже кумиры, люди болеют за них. И когда у нас в полуфинале было голосование зрительское за приз зрительских симпатий, столько людей проголосовало, выиграла девушка, совершенно замечательная Катя Пичикова, она выиграла приз зрительских симпатий. И было настолько приятно, потому что девочка действительно заслуживает этого. Не получилось вырвать победу вот у мальчишек, которые были в финале, но зато вот зритель оценил, зритель полюбил. Ну что ж, тогда мы пожелаем победы тем людям, которые все-таки придут на проект «Разные танцы». Давай еще раз напомним, когда кастинги? 25 сентября. Дорогие друзья, остается напомнить, что в ближайшую среду, 25 сентября в 17.00 в студии 49 канала состоится первый кастинг проекта «Разные танцы», второй сезон. Напомню, что в гостях у нас сегодня была директор театра танца «Экзордиум» Дарья Трошкевич. Спасибо большое. Спасибо.